Всем доброго дня, это Гелиосар и История просто. История России, 7 класс, за авторством Андреева, Фёдорова и Амосовой. Параграфы 21 и 22. Церковный раскол. Как говорил Никон, так и сделал. Печатай Арсен, книги как-нибудь, лишь бы не по-старому, так и сделал. Да больше того, нечем переменить, умереть за сие всякому подобает. Житие протопопа Аввакума им самим написанное. Термины. Раскол и старообрядцы. Личности. Патриарх Никон, протопоп Аввакум, бояриня Морозова. Что в большей степени было свойственно участникам церковного раскола, никонианам и старообрядцам? Борьба за власть или за веру? Борьба за веру. Священство и царство. В 17 веке православная церковь играла огромную роль в духовной и политической жизни России. Ее могущество определялось несколькими обстоятельствами. Во-первых, религиозное создание было господствующим, и священнослужители определяли духовные и нравственные идеалы, образцы поведения для всех слоев населения. Во-вторых, в руках церкви сосредотачивались огромные материальные богатства. Патриарх, епископы, крупные монастыри владели обширными землями. В-третьих, церковь имела хорошо организованную структуру со своими органами управления, слугами, обладала судебными и поддатными привилегиями. То есть церковь даже судила своих крестьян сама и налоги не платила. Среди черного духовенства, то есть монахов, встречались представители всех сословий. К белому духовенству, приходскому, принадлежали городские и сельские священники, диаконы, которые чаще всего продолжали дело своих отцов. Впрочем, были среди священников и выходцы из дворян, приказных и посадских людей, даже крестьян. Духовное могущество, богатство и привилегии делали церковь своеобразным государством в государстве. В 17 веке подобное положение вошло в противоречие с процессами централизации и абсолютистскими устремлениями романовых. Столкновение светской власти с церковью становилось неизбежным. Соборное уважение 1649 года ущемляло права священнослужителей. Был подтвержден запрет отдавать водчины монастырям. То есть теперь какой-нибудь помещик или аристократ боярин не мог завещать монастырю все свои земли и все свои богатства. Теперь эта земля уходила государству, если не было наследников. И прирост богатств церкви прекратился. Также в городах были конфискованы слободы, принадлежащие духовенству. Население монастырских, епископских сел и деревень, ранее судившихся у своих владык и старцев, стало подсудно специально созданному монастырскому приказу, учреждению чистосветскому. В задачи монастырского приказа входил сбор налогов и перераспределение церковных доходов. Также разбор мелких уголовных преступлений. Сокращены были судебные и налоговые привилегии духовного сословия. Все эти перемены вызвали недовольство высшего духовенства, которое истолковало действия светских властей как посягательство на исконные права священства. Какую роль играла церковь в политической и общественной жизни России 17 века? В политической жизни церковь имела не слишком большое влияние, все-таки были цари. А вот в духовной и общественной жизни церковь играла огромнейшую роль. Что нового внесло соборное уважение 1649 года в положении церкви и священнослужителей? Положение церкви перестало быть таким безоблачным, как было раньше. Теперь церковь стала... права церкви были ограничены. Нет, священников и все чисто церковные дела, они оставались в ведении, конечно, самой церкви. Но вот то, что касалось как бы простых людей, теперь государство забрало себе. Появился монастырский приказ, который стал вмешиваться в дела управления монастырскими землями. То есть то, что было за стенами монастырей, оно оставалось в делах церкви. А вот то, что, извините, было вне стен церкви и монастырей, это перешло в ведение государства. То есть огромные земельные владения церковников и монастырей, они стали управляться и контролироваться уже государством. Патриарх Никон. Ревностным защитником интересов церкви стал патриарх Никон. Человек незаурядный, сильный и властолюбивый. Особое внимание Никон уделял роли патриарха в государстве, его взаимоотношениям с царем. Будущий патриарх в миру Никита Минов. То есть есть церковные имена священников, а есть обычные, которые при рождении даются. Так вот, при рождении патриарх Никон имел имя Никита Минов. Родился в семье крестьянина, он в селе под Нижним Новгородом. С детства утвердился в мысли, что ему уготована особая миссия поборника православия, то есть защитника. В начале 1630-х годов он отправился в Анзерскую пустынь, расположенную на острове близ Соловецкого монастыря, где принял постырь, то есть стал монахом. Устав, определявший жизнь старцев этого скита, был очень суровым. Жаждавший духовного подвига Никон возложил на себя тяжелые вериги, измождал себя постами и ночными молитвами. Позднее он перебрался в Кожеозерскую обитель, где его выбрали игуменом, то есть главой обители. В 1646 году по делам монастыря он приехал в Москву и встретился с Алексеем Михайловичем. Суровый инок поразил царя цельностью натуры и силой характера. С этого времени началось стремительное возвышение Никона. За шесть лет со скромной должности игумена за штатной обители он поднялся до патриаршего сана. В 1649 году свободным оказалось место митрополита Новгородского и Великолуцкого. При содействии царя Алексея Михайловича на эту должность был возведен Никон. Царское расположение определялось тем, что молодой Романов надеялся обрести в священнике твердую опору своим начинанием. Никон сумел так поставить себя, что царь надолго признал его авторитет. В личной переписке царь Алексей Михайлович стал называть Никона «сабинным», то есть «особым» или «избранным другом». Когда в 1652 году освободился патриарший престол, то по желанию царя на него был избран именно Никон. Став патриархом, Никон задумал провести церковную реформу. Какие черты личности Никона позволили ему стать патриархом? Никон был очень сильным, достаточно умным, как пишут современники, цельным по своей личности человеком. То есть он умел ставить задачи и добиваться их. При этом, как бы он не стремился именно к каким-то особому возвышению, изначально Никон пошел в самую суровую обитель. И в этой обители он возлагал на себя крайне такие серьезные испытания. И стоит отдать должное, он их прошел. То есть изначально Никон не стремился стать патриархом, он стремился совершить подвиг во славу православия. То есть он не был таким уж прямо-таки любителем власти, но при этом все-таки власть любил. Почему именно Никон возглавил церковную реформу? Он хотел прославиться, по сути дела, то есть совершить как бы церковный подвиг. Вот и решил провести эту реформу. Тем более, что она как бы вроде как назрела. Никониане и старообрядцы. В 17 веке произошли события, которые привели к расколу в русской православной церкви. К этому времени существовали большие различия в обрядах и текстах книг, которые использовались в русской и в греческой церквях. На тот момент не было отдельно к православной церкви где-либо... То есть была как бы русская церковь и была греческая церковь. Тогда не было отдельно греческой, сербской, болгарской, румынской православных церквей. Тогда была вот русская православная и греческая православная. И все по сути дела. И вот была разница, что русские крестились двумя перстами, то есть двумя пальцами, а греки тремя. Каждая из церквей считала именно свой обряд и чин правильным. Тексты своих книг более точными. Особо непримиримыми были московские церковники. Русская религиозность придавала обряду столь огромное значение, что в глазах многих он превращался в основание веры. Одной из причин восприятия русских книг и обрядов более правильными было осознание русскими людьми особой ответственности за судьбы православия. С их точки зрения греки пошатнулись в вере, за что были наказаны Богом, утратой православного царства, падением Византии. Истинная вера, по мнению многих, переместилась в Москву. Смута упрочила такой взгляд, ведь русские люди в тяжкие времена вдохновлялись мыслью о защите православия. Подобная трактовка вела к изоляции страны. Сомнительным становились контакты не только с католиками и протестантами, даже с единоверцами, включая тех, кто жил на западных границах русского государства, вроде малоросов, белорусов и так далее, которые переняли к тому времени греческий обряд. По замыслу царя и его окружения Никон должен был провести церковно-обрядовую реформу, призванную укрепить московскую церковь и сблизить ее с греческой. Попытки устранить ошибки в церковных книгах предпринимались со времен Стоглавого собора. Никон пошел в своей реформе дальше. Он изменил не только книги, но и обряды, а это затрагивало уже все свои общества. Под давлением патриарха и царя высшее духовенство признало необходимость исправить обряды и чины по греческим образцам. Перемены были очевидны. Во время чтения молитв земные поклоны были заменены поясными. Крестный ход стали совершать не по солнцу, а против солнца. То есть по солнцу это значит с востока на запад, против солнца это означает с запада на восток. Даже эти вещи были четко прописаны. Особенно большие волнения вызвала смена двуперстного знамения на троеперстное, что противоречило постановлению Стоглава, то есть Стоглавого собора, когда было написано «Да будет проклят тот, кто крестится не двумя перстами». Об обрядовых нововведениях Никон объявил в 1653 году. Реакция сторонников святорусской старины была резко негативной. Они обрушились с критикой на патриарха. Одновременно началось исправление богослужебных книг. Книжное справа, то есть исправление. За образец были взяты греческие книги. Никон исходил из того, что русские церковные книги содержат много искажений в сравнении с греческими оригиналами. Такой подход решительно противоречил сложившимся религиозному опыту, оскорблял национальные чувства. Противники Никона превозносили древнее русское благочестие. Никон же, напротив, подчеркнуто демонстрировал свое грекофильство, ориентацию на византийскую православную культуру. Остроту противостояния во многом обусловили резкость и жесткость патриарха. В каждом несогласии Никон видел дерзостное непослушание церковным властям. Протопоп Аввакум был одним из лидеров сопротивления реформам Никона. Так что Аввакум и его сподвижники, истово защищая старые традиции, ощущали себя мучениками за веру. И по сути таковыми ведь и были. Столкновение приняло принципиальный и трагический для страны характер. Сторонников старого обряда, не принявших реформу Никона, стали называть старообрядцами. Мотивы старообрядцев, или по определению официальной церкви, тогдашней официальной церкви, их называли раскольниками, были понятны. В реформах они увидели опасность крушения истинной веры и последнего православного царства, Третьего Рима. Надо понимать, что за богословскими спорами стояло нечто большее. Столкнулись две модели развития. Модель Никона открывала большие возможности для культурного развития страны. Давала дорогу в Москву украинно-белорусской учености, носители которой переняли многие достижения западноевропейской культуры. Старообрядческая же модель предполагала культурную изоляцию Московской Руси. На самом деле все совсем не так однозначно, как это было вот здесь вот написано. Не было там какой-то особой великой в этой самой западной на западных территориях русских земель. Не было там какой-то особой великой учености на самом деле. Поэтому какой-то особых границ там открыто не было. А вот раскол оказался крайне и крайне губителен. Даже сейчас, в 2020 году, в 20 веке, несмотря на усилия Владимира Путина, полного примирения старообрядцев и Русской Православной Церкви все еще не произошло. Хотя, к счастью, при активном содействии Владимира Путина подобные действия происходят. То есть пытаются как-то примирить и восстановить полную целостность Русской Православной Церкви. Каковы причины церковной реформы? Причины были просты. Попытка исправить то, что считалось как бы ошибочным. Сблизить по греческим образцам церковные книги. Что влияло на противостояние Никона и Аввакума? Никон был очень жестким человеком. Он воспринимал любые споры как сопротивление церковным властям. И очень жестко на все на это реагировал. Аввакум же считал, что они защищают старорусское благочестие. И воспринимал действия Никона как попытку уничтожить Третий Рим. Строптивый патриарх. Властный по натуре, Никон постоянно вмешивался в светские дела, считая это своим долгом. Он принял титул великого государя, который воспринимался современниками, еще помнившим во временах патриарха Филарета, как претензия на соправительство. Во время отсутствия царя Никон фактически управлял государством. Делал он это с большой твердостью, позволял себе даже выпады против аристократии. По замечанию одного иностранца, бояре являлись к патриарху с чрезвычайной робостью и страхом. Никон окружил себя царской пышностью. Выстроенный им в Кремле новый дворец высотой своих кровель соперничал с царскими палатами. Современники прекрасно понимали особый язык архитектуры. То есть как бы Никон ставил себя вровень с самим царем. Впрочем, сам Никон обходился немногим. Но одно дело личная жизнь, другое высота патриаршего сана. Современники не без оснований увидели в поведении и делах патриарха посягательство на царские дела. Желание поставить священство выше царства. Это совершенно не соответствовало традициям страны и в конце концов привело к охлаждению взаимоотношений царя с Никоном. Тогда патриарх решился на своеобразный поступок. В 1658 году, по окончанию одной из церковных служб, Никон объявил о своем уходе с поста патриарха. Он надеялся напугать набожного царя и вернуть себе былое величие. Но добился обратного результата. Царь воспринял поступок сабинного друга как доказательство умоления царского сана и как личное оскорбление. В итоге Никону пришлось уехать в выстроенные им Новоирусалимские воскресенские монастыри. Никон надеялся, что Алексей Михайлович обратится к нему с просьбой о возвращении на патриарший престол. Но этого не последовало. В 1666-67 годах в Москве прошел Большой Московский собор, на котором греческие и русские иерархи под началом двух приехавших с востока патриархов судили Никона. То есть, обратите внимание, чтобы судить патриарха московского и всеяруси Никона, пришлось пригласить двух восточных патриархов. Судя по всему, патриарха антиохийского, который в основном, по-моему, в Дамаске находился. И второй, это, видимо, патриарх египетский. То есть, два наиболее значимых. Выше них был только патриарх Вселенский в Константинополе. Главным обвинителем, собственно говоря, стал как раз-таки Алексей Михайлович, царь. Никон был осужден и лишен сана. Дело Никона продемонстрировало подчиненное, зависимое положение церкви, которое надлежало вписаться в рамки централизованного государства, утратив большинство привилегий. Что в действиях патриарха Никона вызвало особое недовольство со стороны российской аристократии. Патриарх Никон попытался провести закон, по которому власть патриарха практически уравнивалась с царской властью. Это очень не понравилось царю, и царь, естественно, не стал защищать своего собинного друга, особого друга. И когда Никон, не получив поддержки от царя в своем проекте законопроекта, попытался как бы воздействовать, объявил о своем уходе с сана, он сделал только хуже самому себе, потому что в итоге это дошло до суда над самим Никоном. Как связаны между собой суд над Никоном и стремление верховной власти контролировать духовную жизнь общества? Верховной власти очень не нравилось любое действие, которое хоть как-то могло ограничить царскую власть. Никон попытался уравняться с царем. Это привело к тому, что церковь потеряла еще больше, чем имела до прихода Никона. Гонения на старообрядцев. Церковный раскол середины 17 века сопровождался гонениями на раскольников. Патриарх Никон жестоко преследовал своих противников. Он лишал их сана, отправлял в ссылку, бросал в монастырские тюрьмы. Особенно усилились гонения после того, как Большой Московский собор подтвердил правильность реформ и отлучил от церкви тех, кто реформы не принял. Официально было провозглашено, что отвержение церковным соборам Троеперстия совершено его участниками нерассудно, простотой и невежеством. Проклятие, провозглашенное на соборе, существенно изменило отношение к сторонникам старого обряда. Отныне и светские власти должны были преследовать старообрядцев. Сами старообрядцы с момента провозглашения реформы стали активно сопротивляться действиям официальной церкви. Формы протеста были различными. От бегства до голодной смерти, от отказа принимать новопечатные книги до вооруженного восстания. Раскол развивался в тесной связи с протестом низов, недовольных ухудшением своего положения. Преобладала проповедь ухода, пассивного неприятия мира, отринувшего истинное благочестие. Когда раскольников пытались силой принять новый обряд, они прибегали к самосожжению, огненному вознесению в рай. Углублению раскола способствовало восстание в Соловецком монастыре в 1668-76 годах. То есть, как видите, в течение восьми лет шло восстание. Иноки которого не приняли еретические никонианские книги. Царские власти лишь с помощью предателя смогли проникнуть в мятежную обитель и расправиться с ее защитниками. В числе сторонников старой веры были и представители господствующего сословия. Самая известная из них – бояриня Морозова. Будучи родственницей всесильного боярина Морозова, она защищала и занимала при дворе очень высокое положение. После смерти мужа она оказалась обладательницей огромного состояния. От всего богатства бояриня решила отказаться ради истинной веры. После смерти царицы, которая заступалась за Морозову, Алексей Михайлович приказал схватить и смирить неукротимую бояриню. Этот момент запечатлен на этой книге. Обратите внимание, бояриня сидит в телеге, но поднимает вверх руку с двумя пальцами. То есть показывая, что священными являются основными имена крещения двумя пальцами, а не тремя. То есть непокорившийся, закованная в железо бояриня и народ, сочувствующий, равнодушный, удивленный. Видите, действительно, народ вокруг достаточно по-разнообразному смотрит. Кто-то сочувствует, кто-то наоборот смотрит с некоторым удивлением, кто-то бежит и смотрит совершенно равнодушно. Раскол – одна из самых драматических страниц русской истории. Острота религиозных споров, противостояния, приобрела в тот период необычайную силу. Впервые русское общество столь явно раскололось по религиозному признаку. Причем трещина пролегла сверху вниз, затронув и верхи, и низы общества. Какие методы борьбы за истинную веру выбирали раскольники? Раскольники редко достаточно сопротивлялись с оружием, но очень часто уходили. Бежали либо в пустыне, уходили в Сибирь, уходили на север достаточно активно. При этом, уходя, они забирали с собой все и осваивали, очень активно осваивали северные и восточные земли. Именно старообрядцы в итоге превратились в такую основную экономическую силу. К концу 19 века самыми успешными купцами были старообрядцы. Также в методах борьбы за истинную веру было нередко самоубийство в виде самосожжения. Сделать с этим ничего не могли, а впечатление, конечно, это производило на простой народ очень сильное. Почему к раскольникам присоединились представители боярства? Так как дело касалось веры, а в вопросах веры нет богатых и бедных. Есть те, кто принимают, и те, кто не принимают в данном случае. Поэтому и бояре, и крестьяне все по-разному относились к этому расколу. Прочитайте эпиграфы и ответьте на вопросы. Как вы думаете, почему рядом с патриархом Никоном оказался Арсений Грек, иностранец, переводчик и правщик богослужебных книг? Потому что именно по греческим книгам правились русские священные книги патриархом Никоном. И правил как раз таки Арсений Грек, переводчик и правщик богослужебных книг. Почему патриарх Никон и протопоп Аввакум, бывшие до этого единомышленниками, стали противниками? Потому что в принципе они считали, что нужно провести реформу, но при этом протопоп Аввакум резко противился исправлению некоторых пунктов, которые считались как бы основой для русского православия. Можно ли было преследовать людей за то, что они хотели верить по-старому? Для государства церковный раскол становился крайне и крайне опасным, потому что по церковному расколу мог пройти административный раскол. То есть страна могла расколоться в случае непреследования, страна могла в итоге расколоться на две части. Одна, которая поддерживала реформы, другая, которая не поддерживала. То есть страна могла просто развалиться на несколько государств. Это было смертельно опасно. В чем была ценность нового, если оно привело к массовой гибели людей? Ценность нового была в том, что упрощались контакты между другими православными церквями с московским патриархатом. Рассмотрите иллюстрацию на странице 166 и ответьте на вопросы. Вот она, страница 166 и тот самый рисунок. Патриарх Никон предлагает новые богослужебные книги. То есть, как видите, обратите внимание, патриарх, вот он, в синем таком костюме, он сидит наравне с царем. Вообще сам факт, что он может сидеть рядом с царем, уже показывает его высочайшее значение. А то, что он сидит вообще рядом с царем, показывает, что он себя практически уравнял с самим царем. А остальные так вот сидеть рядом с царем, причем спиной к нему права не имеют. Все остальные сидят за столом, бояре, видимо, Боярская дума, вокруг, собственно говоря. И видно, что вот идет обсуждение. Так, ну почему на картине художника Кившенко рядом с царем изображен патриарх Никон, я уже объяснил. Почему союз царя и патриарха оказался кратковременным? Потому что патриарх Никон, он попытался провести закон, по которому, фактически, власть патриарха уравнялась бы с властью самого царя. Это, естественно, было неприемлем для государства. О чем спорили Никон и протопоп Алвакум? О том, что надо ли проводить столь глубокую реформу, и что некоторые вещи, как бы считалось, менять нельзя. А какова роль патриарха в церковном расколе? Именно патриарх, он не просто устроил реформу, он еще и устроил сам по себе раскол. Реформу можно было провести куда мягче. Да, это заняло бы гораздо дольшее время, но при этом не возникло бы раскола. Именно Никон устроил раскол в церкви. Расколол церковь, и этот раскол привел к человеческим жертвам. Соотнесите даты, указанные на ленте времени, и следующие события. Реформы патриарха Никона и начало раскола, это 1653 год. Далее, значит, Большой Московский собор, судивший Никона, это 1666-67 года. Потом избрание Никона патриархом, это 1652 год. И Соловецкое восстание, это 1668-76 годы. Восемь лет продолжалось неподчинение монастыря царским войскам. Выберите ответ на главный вопрос урока, обоснуйте свой выбор. Что в большей степени было свойственно участникам церковного раскола, Никонианам и старообрядцам, борьба за власть или борьба за веру? Борьба за веру, конечно же. Обновленная церковь нужна была государству, как пример могучей силы, склонившейся перед монархом, о вере думали лишь вожди Роскова и их сторонники. Чушь полнейшая. До церковной реформы и царь, и новый патриарх, и ревнители древнего богочестия спорили только о вере. После реформы стали думать прежде всего о власти. Тоже вовсе нет. За веру боролись обе стороны. Алексей Михайлович и патриарх Никон обладали широким взглядом на мир и хотели войти с обновленной церковью в семью европейских народов. Ну, скромный такой вопрос. К Европе православие мало отношения имело. Но, в принципе, да, были вопросы о том, что церковь нуждается в обновлении для того, чтобы было больше возможностей для общения между церквями. Работа с источниками. О патриархе Никоне. Он великий тиран по отношению к архиереям, архимандритам и всему священническому чину, даже к государственным сановникам. Он ни за кого не принимает ходатайства. То есть приходить к патриарху с просьбой за кого-то было бесполезно. Он-то заточил архиепископа Коломны и рукоположил туда впоследствии другого, прослышав о чьем-нибудь проступке, даже об опьянении. Он немедленно того заточает, ибо его стрельцы постоянно рыщут по городу и как только увидят священника или монаха пьяным, сажают его в тюрьму, подвергая всяческому унижению. От того нам приходилось видеть в тюрьмах переполненные такими людьми, кои находятся в самом скверном положении, будучи окованными тяжелыми цепями по шее и с большими колодками на ногах. Бояре прежде входили к патриарху без доклада привратников. Он выходил им навстречу и при уходе шел их провожать. Теперь же, как мы видели собственными глазами, министры царя и его приближенные сидят долгое время у наружных дверей, пока Никон не дозволит им войти. Они входят с чрезвычайной робостью и страхом, причем до самого окончания своего дела стоят на ногах, а когда затем уходят, Никон продолжает сидеть. Любовь царя и царица к нему неописуема. Из книги «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине 17 века», описанная его сыном Павлом Алепским. Должен ли был патриарх в борьбе за достойный облик духовных лиц применять аресты и унижения? Вообще-то, до такой степени жестко арестовывать и сажать в тюрьму – это, конечно, не совсем правильно. Хотя, да, Никон, конечно же, как и любой патриарх, должны четко бороться за то, чтобы церковь выглядела чистой. Ведь церковь учит, как жить. Если священники напиваются до опьянения, то какому добру они могут научить, какой пример они показывают окружающему их населению? Крайне и крайне дурной. Поэтому, в принципе, Никон был прав. Почему политическая линия патриарха Никона привела к разрыву его отношений с царем? Потому что есть царь, а есть все остальные. И никто не смеет пытаться хоть как-то лезть и пытаться ограничить власть царя или хотя бы сравняться с властью царя в государстве.